Я пришел. Но вот и наступил момент, которого так ждали все, в том числе и я. Решивший в свое время выбрать человека из толпы ради этой же толпы, ради людей, которых этому человеку суждено привести к спасению. Человеку, миссия которого — открыть людям знания мои и быть мессией 21 века. Сегодня, наконец, можно сказать, что Создатель, воплотившись в теле человека, выбранного для этого высшими божественными силами, открывает новую эру и начинает готовить людей к квантовому переходу. Знания, которые люди получили и еще получат через этого человека, действительно уникальные, Потому что в них собраны все истинные знания о мирах, о космосе и о человеке, которого я назвал микрокосмосом и зеркальным отражением, голограммой космоса. Фактически в откровениях, а затем и в толкованиях, дано описание не только миров и человека, но и показано их взаимопроникновение на энергетическом уровне, На том тонком уровне, на котором происходит передача и сохранение мыслеобразов, являющихся основой материи физического мира. Я дал описание тонких процессов энергообмена, и, не вдаваясь пока в физику этих процессов, дал объяснение причинно-следственных связей космоса и человека, Рассматриваемого как частицы Вселенной, имеющей божественное происхождение. Я вам показал, что я есть все, и я есть в вас, в каждом из вас, и вы должны понять, что во всех мирах все подчиняется единому ритму вибраций, Наблюдение которого неприемлемо для любого вида материи, в том числе и для такой сложной энергетической сущности, как человек. Посмотрите, как в последних текстах я описал мир и показал вам, что ваш энергетический мир есть мир эмоций, мир чувств, есть прекраснейшее место в вечности, И есть рай, к которому стремится все сущее космоса. Подумайте о себе, как о части этого космоса. Вглядитесь в структуру моих энергетических полей, и вы поймете свое счастье и великую миссию. И тогда, пройдя этот прекрасный мир, мир контрастов, мир чувств, сможете шагнуть в космос, шагнуть в тонкие миры и принести в них чувство любви, добра и справедливости. Посмотрите еще раз тексты толкований и поймите то, что дано в них, и тогда для вас станет совершенно ясным, какого высокого уровня знания вы получаете от самого Создателя, решившего открыть вам современным продвинутым людям великую тайну сотворения мира. Я фактически открыл вам эту тайну строения мира, предопределив на века ваши желания и попытки самостоятельно, с помощью точных физических наук и знаний, постичь основы строения мира и основы строения человека, как голографической части мира. Толкования объясняют вам то, что вы пытаетесь выяснить с помощью самой точной науки современности — физики. Вот теперь на базе моих знаний для вас не составит труда описать физические процессы взаимодействия человека и космоса. Космоса и человека. И на базе этой причинно-следственной энергетической связи разработать модель построения уже общественных отношений, как творческую копию строения моего мира. Я, создатель, подтверждаю вам, что космос и человек есть подобные системы, но разных масштабов и уровней. Поняв и приняв это, человек обнаружит или получит механизм не только управления материи, но и механизм проникновения, а впоследствии и управления тонкими мирами вечности. На собственном примере, на понимании себя, человек может и станет властелином миров, открывая для себя глубину строения миров, открывая при этом возможности управления мирами, поскольку я есть в каждом из вас. Вот когда уникальные способности, заложенные и аккуратно сохраненные в человеке через каждое воплощение, могут, наконец, быть реализованы в полной мере. Люди должны осознать свое предназначение как части божественных сил вечности и сделать свой самостоятельный выбор в пользу будущего, в пользу тонких миров. Люди должны понять, что материальный мир, не только плотный мир, это прежде всего мир энергии, это мир психической энергии, или, как вы теперь называете, мир торсионных полей, но связанный, безусловно, со всем энергетическим пространством великого космоса. Я еще раз подчеркиваю, что мир ваш не есть примитивная материя, как кажется некоторым мыслителям, а есть сложный энергетический мир, и только в этом пространстве можно реализовать чувства и эмоции при выборе единственно правильного решения в мире контрастов, в мире антиподов. Только в вашем мире возможен этот порыв чувств, имеющий общее энергетическое происхождение, что формирует импульс психической энергии, которым живет космос, которым живут миры. Я вам уже несколько раз говорил, разъясняя, что такое и есть чувство любви, и что правит вашим миром, о том, что мир ваш уникален, не столько для вас, сколько уникален для нас, высших божественных сил, и меня, вашего Создателя. Только в этом мире, только в вас, мы, высшие божественные силы, и я, Создатель, можем материализоваться, но, конечно, не на примитивном уровне плотской материи, а на уровне тонких миров физического мира. Вы ведь уже знаете, что человек есть сложная энергетическая и полевая структура, состоящая из слоев плотной и тонкой материи разной частоты вибрации. Не вдаваясь в подробности строения человека, чтобы не усложнять восприятие знаний обычным человеком, могу сказать, что я имею возможность материализации в каждом из вас, поскольку я есть все, я есть вечность. Я хочу, чтобы вы, непокорные и упрямые люди, поняли, что Создатель ваш, или, как говорит религия, Отец ваш, есть всюду, и высший разум есть реальность, создающая не только миры, но и все в них, включая и вас. Настоящая материализация моя имеет только одну цель — уберечь вас от неминуемой энергетической гибели и через человека, в котором я материализуюсь, показать вам путь к спасению. Теперь наступило время, когда я называю уже открыто человека, которому суждена эта нелегкая доля, принять ответственность за слова мои на себя. И даю ему право объявить слова, которые так долго ждали и ждут люди Земли. Человек, записавший слова мои, предопределен высшими божественными силами, как Мессия. Мы, высшие божественные силы, и я, Создатель, даем ему разрешение произнести фразу «Я пришел». Потому что, начиная с 8 октября сего года, я, Создатель, завершаю процесс материализации в теле этого человека. Из сего дня его слова есть мои слова, и его действия есть мои действия, руководствоваться которыми должен каждый человек материального мира. «Я пришел в течение года», и его вопроса и его 후 в течение года. Редактор субтитров – Корректор В. Сухиашвили Продолжение следует...